Основной играбельный ПВЕ-режим в Overwatch 2 официально отменен разработчиками. Вас когда-нибудь скамили по-жёсткому? Меня вот только что скаманули на 5 лет контента. Да и не только меня, а и всех тех, кто ждал ПВЕ-сегмента Overwatch 2 прямо с его анонса. Еще тогда сидя на Блесконе в 2019 году и слушая со сцены тогда еще Джеффа Каплана, с его, так сказать, вынужденной речью о том, что Overwatch 1 необходимо поставить на паузу, остановить весь контент и его продакшн ради новой высшей цели, ради высшего блага, ради Overwatch 2, в котором будет произведен переход на новый уровень. И у всех игроков появится доступ к новой, так сказать, платформе внутриигровой ПВЕ, к ПВЕ-сегменту. Overwatch 1 — это чистейший ПВП, в котором разработчики, как известно, время от времени добавляли ПВЕ-шные миссии. Их стоит назвать сюжетными миссиями, потому что далее в Overwatch 2 будет фигурировать именно это понятие. И помимо этого мы, конечно же, как помним, хорошо получали по три персонажа каждый год в Overwatch 1, новые мапы. И вот время от времени выходили эти самые сюжетные миссии в виде архивов и не только, да. То есть мы познавали лор игры через эти миссии, играли их, убивали роботов. Помните, да, разные роботы на разных картах, так представлялось Реальто, Восстание на King's Row. Там были некоторые ПВЕ-роботы с необычными механиками и так далее. Это Близзы тестировали первые зачатки ПВЕ, смотрели, что они могут, в принципе, в ПВЕ сделать, так сказать, экспериментировали. А после чего пришли к выводу, что нужно создать не просто такие вот ПВЕ-миссии, а привлечь в игру и сделать игру привлекательной для именно прям ПВЕ-ориентированных игроков, чтобы люди могли заходить в игру и играть только ПВЕ. Так что же там происходит? В 2К-19 году в конце на Близзконе мы получаем анонс, что весь контент и поддержка Overwatch 1 прекращается, его больше не будут обновлять толком, только патчи баланса, ни новых героев, ни кола нового контента, ни карт, ни ПВЕ-миссии, ничего. Но взамен мы получим когда-нибудь однажды в будущем Великий Overwatch 2, в котором будет куча персонажей и там куча всего нового, вообще обновленный там дизайн, новый движок вот этот вот они перестроили, в том числе для того, чтобы делать на нем масштабные большие ПВЕ-миссии, ивенты и так далее. В общем, нам сказали, ждите, ребята, скоро все будет. При этом, разумеется, никто не назвал абсолютно никаких сроков изготовления второй части, сколько нам сеть без контента и так далее. Ну, это довольно удобно, согласитесь. Особенно учитывая всякие там риски невыхода к дедлайну игр того времени, как-то там Киберпанк и всего остального. Создавали скандалы в медиасфере, близзы поступили по-умному, сказали, просто ждите, все будет офигенно. Ну, я, как и многие Overwatch'еры, начал ждать. А что еще делать? Регу я люблю, я контент-креатор по Overwatch'у. У меня выхода нет, деваться некуда. Ждем контент. Весь 20-й год, весь 21-й год и добрую половину 22-го года мы остаемся вообще без ничего, и нам представляют в 22-м году па-бам, Overwatch 2 в раннем доступе, в ранней версии. Мы в него прямо сейчас с вами играем, дамы и господа. В нем все так же есть только PvP, и близзы вернули старый темп выхода персонажей. Ну, и, кажется, ответственно, плюс добавили battle pass, добавили скины. То есть, короче говоря, если коротко, Overwatch вернулся к тому же статусу, в котором он был до близко на 19-го года. Игра не принесла в себя ничего нового. Разработчики в попыхах выпускали хотя бы что-то, вернули обновление PvP, вернули игру, скажем так, в полживое состояние. Но ведь вся эта игра затевалась ради чего? Ради совсем иного. Ведь цель Overwatch'а 2 была не в этом. Цель Overwatch'а 2 была в том, чтобы привлечь гигантскую базу PvE игроков, которая есть и у самих Blizzard, которая есть и, в принципе, в других разных ММО, там еще каких-то играх, типа там Destiny, да, тот же шутер PvE-ши, насколько я знаю. Сам не сильно много в него играл. В общем, существует прослойка PvE игроков, которые любят играть в PvE. И идея разработчиков была в том, чтобы создать такую платформу в Overwatch'а 2, чтобы люди могли заходить и играть в PvE, вообще не касаясь PvP, если их это не интересует по тем или иным причинам. Ну, есть такие люди, которые любят просто фармить данжи, боссов и все остальное, да. Ну, уверен, что вы знаете и сами, может быть, таким баловались в том или ином проекте от какого-нибудь разработчика. Я сам вот играл тоже в WoW, и я люблю там и PvP-части, и PvE, в принципе. Но я больше PvP-шар, да, PvE это не совсем мое. Но, тем не менее, я тоже ждал PvE, чтобы просто попробовать его, потому что Близе обещали, что оно будет состоять из двух частей. Внимание, двух частей. У многих людей нет понимания и разделения вот этого вот важного аспекта, да. Близе обещали, что PvE Overwatch 2 будет представлено двумя частями, большими и отличающимися друг от друга. Первая часть — это вот те самые стори-миссии, лорные миссии по типу архивов. То есть в 19-м году, вот я когда приехал на Близзкон, нам дали потрогать, тестовую PvE-шную демку стори-миссии. Ты заходишь, там 4 персонажа заскриптованных, вам подается какая-то карта, вы на ней бегаете каким-то отрядом, какие-то кусочки лора постигаете, проходите какую-то половичную миссию, как правило, не очень сложно, убиваете каких-то там роботов, получаете какое-то задание, да, сделаете это задание, и просто смотрите какой-то синематик, мультик там небольшой в начале и в конце. Вот. Такой ивент обычно проходится один раз, он PvE-шный, да, но он не является чем-то, в чем ты можешь находиться и вариться на постоянной основе каждый день, да. То есть ты прошел эту миссию, ты получил информацию, получил лор и забыл. Это, по сути, одиночная кампания, и это была лишь половина, чего обещали Близзард, и они от нее не отказываются. Она будет выходить в Overwatch 2, но, простите, она и так была реализована в Overwatch 1. У нас были архивы, у нас были другие тоже миссии, в которых раскрывался лор, и где нужно было береть отрядом и фармить карту от роботов. Но Близзе обещали, что будет еще и вторая половина PvE, вот это самое важное. Она называлась Хиро-миссии, геройские миссии. И в этих геройских миссиях на них акцент не делался, потому что они были абсолютно не готовы, и на Близзконе в 2019 году, когда их анонсировали, про них говорили смутно, вскользь, и вообще не делали на этом акцент, хотя стоило бы, потому что это основной контент, который должен был выйти в Overwatch 2, и ради чего вообще весь Overwatch 2 заваривался как таковой, контент Хиро-миссии сегодня был официально разработчиками отменен. Деревья талантов, развитие героев, глобальное развитие персонажей, прокачка персонажей до какого-то там уровня, получение каких-то бонусов, походы с друзьями вместе в какие-то миссии, фарм и прокачка тресы, генжи и того и сего, какие-то фракции там обещали, миссии на глобальной карте мира обещали, что мы будем летать в Нью-Йорк, еще куда-то в Нумбани, потом в Россию полетим, какие-то миссии делаем, должны были спавниться рандомные миссии с разными фракциями, которые вы должны были проходить, можно с друзьями, можно в соло, и можно было бесконечно, делая эти миссии, находиться в игре и играть чисто ПВЕ. И всего этого сегодня разработчики, в частности Аарон Келлер, официально анонсировали, что вообще не будет Близзы, пересмотрели свои возможности, как они сказали, и осознали, что они не могут сделать ПВЕ, вот этот вот играбельный ПВЕ, достойного уровня Близзард и нас. Ну, то есть для нас не могут сделать нужный продукт. Все бы ничего, признавать ошибки как бы нужно, да, я все это понимаю, но у меня возникает просто один вопрос. Нарезки, которые нам показывали в 19-м году на Близзконе, там были нарезки уже с талантами, нам показывали какие-то вот зачатки этих хера миссий, мы помним того Генжи, который кидает свой Буэйд вперед, мы помним Ренхарда, который шатрит на 360, да, мы все это видели, нам так это показывали, все звучало так круто и красиво. Прошло почти пять лет, и после четырех с половиной лет нам просто говорят, что ничего нету, вообще ничего нету и не будет, все, нам сказали литерально вот этим языком, показан вот этой вот дорожной картой, что в Overwatch 2 у нас будут выходить какие-то минимальные эвенты, как они и были в Overwatch 1, типа Lusso Ball, там летние игры, что-то еще такое. Будут 100 ремиссий, которые и так у нас были в Overwatch 1 в виде архивов, они тестировались и выходили по одной штуке в год, и все было прекрасно. У нас будут новые персонажи, будут новые мапы, будут новые реворки, будут новые PvP-режимы, я дико извиняюсь, здесь вообще нет ничего от Overwatch 2 из того, что было обещано, потому что самая основа была просто выдрана и удалена сегодня, и ее вообще не рассматривают к релизу. Я не понимаю, это самый гигантский скам, который мог произойти вообще в принципе. Мы просто вернулись в Overwatch 1 к тому же, что у нас было, только в формате там 5 на 5 новым игровым, с новыми режимами, типа пуша, с новыми персонажами, которые и так бы... Мы все бы это получили, если бы просто Overwatch 1 оставался тем, чем он был, да? То есть если бы просто контент шел по расписанию, и мы бы не потеряли 4 года контента, который нам вообще не давали. Нам просто 4 года дали поголодать, и потом не кинули вообще ничего в ответ. Просто вот мы находимся здесь, я сижу в шоке. Честно, я просто не понимаю, что происходит. У меня реально столько вопросов, что вот если передо мной поставить команду разработчиков и дать мне их порасспрашивать, я не знаю, что бы они мне отвечали, ну... Что вы делали все это время, парни? Почему анонс отмены так поздно? Зачем вообще нужен Overwatch 2 как таковой в таком случае, если все вот это вот, что мы видим, оно могло реализовываться в первой части? Это вообще еще не затевает тем количество багов, которые встречаются во втором Overwatch, что появилось после переноса. Игра в первой версии работала просто великолепно. У нас с переходом на второй движок у нас нынче в каждом сезоне появляется пачка новых багов. Персонажи просто ломают пачками баланса, новые герои работают АБК местами, старые герои ломаются, но я просто не знаю, что сказать. Друзья, все, кто ждал реиграбельное ПВЕ в Overwatch 2, которое нам обещали, все, кто ждал создание каких-то, я так понимаю, гильдий своих, да, то есть, чтобы можно было сделать сынов Аннока, вступить в сынов Аннока, пойти с Анноком, фармить какие-то данжи, каких-то боссов, прекращать трясу до 120 уровня, получить какого-то гига-крутого там персонажа, может быть, какой-то лут на нее одевать, какие-то шмотки. Сегодня я буду тем самым посыльным, который принесет плохие новости. Этого всего не предвидится в Overwatch, в обозримом будущем разработчики все официально отменили. После таких новостей, я не знаю, мы с вами можем только рассмотреть вот эту вот дорожную карту, которую нам предоставили разрабы сегодня вместе с новостями об отмене ПВЕ сегмента игры. Давайте обратим на нее внимание, что здесь есть в пятом сезоне, который начнется уже совсем скоро, там через месяц, будет какой-то вот новый эвент Quest Watch, я полагаю, это какая-то будет тоже, видите, аркадная игра, судя по всему, уходим, какие-то квесты делаем, Machief and Magic, не знаю, что это опять же, да, то есть какой-то тоже похожий аркадный эвент, судя по всему, дополняющий еще и верхний. Летние игры, которые из Overwatch 1 полностью скопированы, Cinematic покажут новые, которых не было уже миллион лет, по-моему, ну, с выхода Королевы, да, кажется, или Кирика Кирика, с выхода Кирика не было, ну, то есть, окей, будет новый Cinematic, опять же, ничего особенного, мы должны получать эти Cinematicи, по идее, на постоянной основе 5 на 5, какой-то мини-комп-сезон будет, не знаю, что это, какой-то аркадный тоже, видимо, сезон Competitive, может быть, там какой-то условно новый захват флага, не знаю. Возвращается механика On Fire быть в огне, ну, тоже фановый такой момент, и возвращение к истокам, вы чувствуете, сколько возвращения к истокам? Они просто тащат все, что можно обратно из того, что они поудаляли. Боже, пожалуйста, разработчики, верните систему Ranked, да хватит нас мучить, дайте систему Ranked за вероще 1, пожалуйста. Ну, и возвращается какой-то кретор-вайшоп-мод, видимо, в нем можно будет делать опять в воркшопе какие-то там коды свои, создавать режимы и так далее. В шестом сезоне мы знаем, что появятся стори-миссии, ну, как появятся, они вернутся, это все хорошо забытое старое, я эту миссию в Рио проходил, она проходится 20 минут, и она абсолютно на один раз, то есть будут такие миссии, как часто они будут выходить, неизвестно, в шестом сезоне точно какое-то количество будет, помолимся, чтобы они были неплатными, я надеюсь, что здесь уже хотя бы за продавать этот контент не будут, я бы еще понял, если бы они продавали то самое ПВЕ, которое является основополагающим во второй части, ради которого все затевалось, реиграбельное, в которое можно заходить и жить, да, со своей гильдой и тиммейтами, но эти стори-миссии должны быть бесплатные, новый персонаж будет саппорт, про это мы уже знали, это не новая карта, флешпоинт какая-то новая будет, мы ее еще не видели, какая-то прогрессия игрока, возможно, это какая-то система похожая на уровни, которые у нас были в ВВ1, рамка, которая качалась, да, то есть, видимо, разработчики думают, как вернуть тему с этим прогрессом, считая ее прикольной, все-таки, хотя они ее удалили, напоминаю, из ВВ1 при переходе в ОВ2, сами же, ну и годовщина Overwatch, EVN, судя по всему, сдвигается на празднование в сентябре, как и реализнулся Overwatch 2, ну вернее, тот огрызочек от Overwatch 2, который нам вышел в ранний доступ, у нас новый день рождения, в седьмом сезоне далее нас ждут, получается, новый танковый герой, это будет восьмой сезон, персонажи выходят через один сезон, он, как известно, новая карта типа контроль, это хорошо, новый код их подойдет, ну, зимний ивент, некий мультипуэрный Hero Mastery Missions, это какие-то, видимо, миссии будут для оттащивания мастерства на героях, я подозреваю, судя по названию, подробностей, опять же, видите, нету, реворк Турбосвина, ну это отдельный прикол, разработчики в январе, в третьем сезоне, убили Турбосвина полностью, понервив его в мясо, сказав, мы его реворкнем, ребят, седьмой сезон и далее, то есть не ранее седьмого сезона Турбосвина будет реворкнут, а возможно и позже, больше чем полгода персонаж будет полностью мертвая батарейка, которая вообще не играется в игре, это, я надеюсь, всех устраивает, я надеюсь, никто не обижен, Турбосвины на Пуэрре, их не существует, Ротхоги, ну как бы, извините, ваша мнение не учитывается разработчиками здесь сегодня, извините, ну, в общем-то, какие-то еще синематики, фан-феврит-мод с ретурн, не знаю, что это абсолютно вообще, ну, что-то возвращается, даже здесь не новое, что-то возвращается, возвращается и Competitive Mystery, который тоже уже был, кодекс лор, это лор-кодекс, это какой-то, видимо, будет буклет, энциклопедия по лору, где будет рассказывать о каких-то событиях, что-то текстовое, судя по всему, ну и реворк с Омрой, да, нам анонсировали, что однажды он тоже будет, подождем, подождем, куда мы спешим, реворки персонажей, которые там где-то кого-то не устраивают, это дело не быстрое, не очень веселый итог. С таким огромным количеством обещаний, которые Blizzard оставляли, по количеству персонажей, по количеству контента, по количеству PvE, которое должно было выйти вообще next-уровень, просто вывести игру, они обещали настолько много всего, начиная с 2019 года, и они взяли настолько много времени в долг, друзья мои, годы, годы времени вообще не было контента, мы сидели и не получали ничего, разработчики имели, мне сложно представить, сколько они имели вот этих вот свободных дней и для того, чтобы произвести шедевр, конфетку, и они говорили реально много, и все звучало реально убедительно, как будто бы можно сделать очень крутой проект. Я просто не понимаю, куда все это делось, я реально не понимаю, почему столько обещаний нарушено, почему все отменено, да, наверняка, но только какие-то причины есть, да, как всегда мы знаем, большие корпорации, они руководствуются какими-то финансовыми мотивами, тоже в том числе, возможно, возможно, может быть, было признано, что все-таки делать правда реально не целесообразно, но мы попадаем просто в ситуацию, где максимум, что может быть, это обидно, просто обидно, просто на самом деле обидно и даже противно от того, что произошло. Но что можно с этим поделать? Ничего. Как итог, мы получаем абсолютно тот же Overwatch 1, который у нас и когда-то был, но фри-то-плейный и с батлпасом. Это, кстати, правильное действие, кроме шуток, но перевести игру на фри-то-плей и добавить в него батлпас стоило еще в 2018 году. И тогда, возможно, речи не о компе в принципе бы не шло, мы каждый год получали бы кучу апдейтов, у нас уже в игре было бы на 10 персонажей больше, на 5-10 карт больше, миллион всего было бы, просто миллион всего, если бы просто кто-то не сделал лишнее телодвижение в команде разработки, либо в этой компании на ролях управленцев, менеджеров, или кто там управлял, всем этим заправлял, я не знаю, никто не знает, это уже не нашего ума дела, но кто-то явно опростоволосился здесь. И что ж, дамы и господа, вот такое видео вышло сегодня, самый гигантский скам от Blizzard произошел, игра, которую все ждали больше 4 лет, которая была анонсирована в 2019 году, была сегодня фактически отменена, с чем я вас всех, конечно, печально поздравляю. С вами был Анок, и вот такие плохие новости на сегодня. До скорого, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok